Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Красняк Сипан Сергеевич. Остались самые стойкие, заинтересованы в вопросах урологических, в том числе лечения метаболического синдрома и эректильной дисфункции. После выступления профессора Рожеванного мне уже достаточно пришлось подкорректировать свой доклад, поскольку он очень многое сказал, касающиеся вопросов метаболического синдрома, ожирения, гипогенодизма. И это важно, потому что нельзя, касаясь вопросов мужского здоровья, особенностей эректильной дисфункции, метаболических нарушений, нельзя говорить в отрыве. Метаболический синдром и эректильная дисфункция, эректильная дисфункция и сахарный диабет, метаболический синдром и гипогенодизм, потому что это, в общем-то, все проявление одного и того же состояния. И что касается метаболического синдрома, он включает в себя следующие критерии. Это абдоминальное ожирение окружностью талии выше 94 или 102 сантиметров по разным версиям. Значит, разных профессиональных ассоциаций, это уровень триглицеридов, то есть дислепидемия, гипергликемия и артериальная гипертензия. Ну и существует ряд запросов от профессиональных ассоциаций, включить в критерии метаболического синдрома и гипогенодизм. Ну, пока это еще не сделано, поэтому есть такие классические терапевтические критерии метаболического синдрома, которые являются в настоящее время достаточно растущей социальной проблемой с течением возраста, так как у нас сейчас идет старение населения, да, с течением возраста встречаемость метаболического синдрома увеличивается и достигает 40% в возрасте старше 60 лет. Ну, то же самое касается и эректильной дисфункции, которая по ряду исследований является симптомом урогенитального старения. Это исследования голландские, которые показывают, что также в возрасте, собственно, с увеличением возраста увеличивается, и частота эректильной дисфункции, и это показывает, что это, в общем-то, взаимосвязанные явления. Что касается эпидемиологической встречаемости эректильной дисфункции в России, то по данным профессора Пушкаря, да, 9 из 10 мужчин сталкиваются с проблемой эректильной дисфункции. Ну, честно говоря, не знаю, так ли это на самом деле, цифры, конечно, очень высокие, что 90% встречаются, сталкиваются с эректильной дисфункцией. Ну, что понимать под эректильной дисфункцией, да, если у молодого человека один раз после стресса, там, алкоголя с новой партнершей произошла какая-то проблема, осечка, считается ли это эректильной дисфункцией. Да, ну, в классическом понимании нет, потому что эректильная дисфункция – это стойкое нарушение эрекции, достаточно для проведения полуакта в течение трех месяцев. При этом, к сожалению, большая часть мужчин и женщин, в том числе с сексуальными нарушениями, не обращаются к врачам. По причиной часто эректильную дисфункцию, в частности, не связывают. Да, с какими-то серьезными соматическими заболеваниями. Вообще не считают заболеванием, а проявлением стресса, усталости и так далее. То есть кто-то стесняется, поскольку проблема достаточно интимная. Ну и часть пациентов испытывают сложности с наличием адекватной медицинской помощи. Но я думаю, что в настоящее время это не проблема. При этом, если даже врач приходит к врачу, к урологу, по данным определенных исследований, чаще всего урологи ассоциируют эректильную дисфункцию с воспалителями заболеваниями предстательной железы. То есть классическая ситуация, пациент приходит в частную клинику, у него находят эректильную дисфункцию, ему 50 лет, находят какой-то простатит, начинают лечить простатит с целью вылечить эректильную дисфункцию. Но да, патогенез эректильной дисфункции таков, что, к сожалению, предстательная железа не имеет особого к этому отношения. Также гиперплазия, заболевания полового члена, даже цистит, орхиты, эпидидемид, то есть какие-то вещи совершенно далекие от эректильной дисфункции. Только в одном случае, по мнению зарубежных профессоров, простатит может быть связан с эректильной дисфункцией в случае наличия боли. То есть если у пациента болит, в промежности, естественно, там ни до какой эректильной функции, ему особо нет дела. Но если сравнить наличие этиологических факторов у пациентов с эректильной дисфункцией, вот вы можете посмотреть, выделенная красным, это дислепидемия, метаболический синдром артериальной гипертензии, курение, то есть это фактически неурологические заболевания, состояния, это терапевтические, кардиологические, эндокринологические проблемы, которые часто являются, собственно, причиной эректильной дисфункции. Метаболический синдром в этом плане играет, наверное, ключевую основную роль, поскольку основным критерием метаболического синдрома и обязательным условием для постановки такой диагноза является наличие абдоминального ожирения. При этом мы всегда говорим пациентам, что жир – это не просто эстетически, скажем так, некрасивая вещь. Жир – это активный, гормонально активный орган, который вырабатывает большое количество факторов клеточных, гормоноподобных, которые влияют на метаболизм, в частности, это ароматическая ароматизация андрогена, превращение тестостерона в эстрогены. Это является запускающим механизмом процесса гипогенодизма при метаболическом синдроме. В том числе это интерлейкины, адипонектины и так далее, которые вызывают атеросклероз, тромбоз, диабет второго типа, то есть инсулинорезистентность и воспаление и артериальную гипертензию. Метаболический синдром, запуская процессы гипогенодизма, повышает сердечно-судистый риск и как напрямую, так и через гипогенодизм влияет на состояние ректильной функции, что вызывает эндотелиальную дисфункцию, потерю гладкомышечной ткани, фиброз половой члена, карнозных тел половой члена, вот о чем говорил профессор Рожеван, это так называемый метаболический синдром полового члена развивается, когда замещается гладкомышечная ткань соединительной и жировой тканью. При этом важную роль играют сосудистые нарушения при метаболическом синдроме, который запускается инсулинорезистентностью. Инсулинорезистентность рецептора к инсулину находится как в мышечных, печёночных клетках, так и в жировой ткани, то есть это приводит к гипергликемии, гиперинсулиномии, активации симпатоадреналовой системы, сцеральная жировая ткань через дислепидемию также приводит к эндотелиальной дисфункции. Эндотелиальная дисфункция, как мы знаем, является предвестником атеросклероза, так и основным патогенетическим механизмом возникновения эректильной дисфункции, а не простатит, то есть эндотелиальная дисфункция, нарушение функции сосудов. И всё это приводит к артериальной гипертензии, ИБС и артериогенной эректильной дисфункции. Помимо этого, увеличение концентрации эстрадиола у пациентов с метаболическим синдромом приводит к усилению ароматизации, к снижению импульсов, частоты импульсов гипофиза, который выбрасывает лютеинизирующий гормон, всё это приводит к снижению уровня тестостерона, является ещё одним механизмом возникновения эректильной дисфункции при метаболическом синдроме, помимо сосудистых причин. При этом вероятность наличия гипогонодизма увеличивается с числом факторов риска метаболического синдрома, то есть компонентов, точнее даже, а не факторов риска. То есть если у пациента есть только артериальная гипертензия, то риск гипогонодизма у него достаточно низкий. Но если у него есть все пять компонентов метаболического синдрома, ожирение, гипергликемия, то у него в 10 раз больше вероятность развития гипогонодизма и как следствие эректильной дисфункции. При этом гипогонодизм – это не просто снижение полового влечения, снижение уровня эрекции, это ещё и повышенная смертность. То есть было проведено достаточно серьёзное исследование, которое показало вот эту смертность, точнее даже выживаемость пациентов с нормальным уровнем тестостерона, это с уровнем тестостерона, так сказать, в серой зоне, то есть 8-12 наномоль на литр, и у пациентов ниже 8 наномоль на литр общая смертность, к сожалению, достаточно высокая. То есть выживаемость гораздо ниже, чем у пациентов с нормальным уровнем тестостерона. При этом пациенты с метаболическим синдромом имеют достаточно большие шансы иметь эректильную дисфункцию. При индексе массы тела больше 30, это отношение шансов в 3, то есть в 3 раза чаще встречается эректильная дисфункция у пациентов с метаболическим синдромом и таким индексом массы тела. И, соответственно, диабет, гиперхолестериномия и гипертония также повышают вероятность развития эректильной дисфункции. При этом, допустим, абдоминальное ожирение делали КТ брюшной полости, определяли процентное содержание висцерального жира у пациентов после радикальной простатектомии. Смотрели, как увеличивается половой член по результатам мониторинга ночных пенильных тумисценций. То есть одевается датчик на половой член, который увеличивается в размере. При наступлении ночной пенильной тумисценции, который является признаком нормального состояния сосудистой системы, то есть эректильной системы. И было показано, что у пациентов с уровнем висцерального жира больше 3,25% увеличение половой члена при ночных пенильных тумисценциях ниже, что является свидетельством органического поражения компонентов, необходимых для возникновения эрекции. Также было проведено так называемое венское исследование, здесь плохо нарисовано, о том, что у пациентов с метаболическим синдромом количество баллов по шкале МИФ-5, которая является основной анкетой для выявления эректильных нарушений, у них намного статистически ниже количество баллов по шкале МИФ, чем у пациентов без метаболического синдрома. Из этого был сделан вывод о том, что метаболический синдром независимо связан с эректильной дисфункцией, то есть независимо от наличия курения и так далее. И у пациентов старше 50 лет метаболический синдром коррелировал с более высокой частотой умеренной и тяжелой эректильной дисфункции. При этом гипогонодизм как напрямую влияет на состояние, на эректильную функцию путем подавления синтеза, но путем активации симпатодреналового системы, так гипогонодизм, естественно, первым симптомом часто гипогонодизма является сниженное половое влечение. И вот это снижение полового влечения, соответствующее снижение сексуальной активности, снижение частоты эротических снов, то есть такой некий психологический компонент гипогонодизма, он тоже добавляет свой вес в патогенез и эректильную дисфункцию у пациентов с метаболическим синдромом. Если мы подумаем, как можно диагностировать эректильную дисфункцию у пациентов с метаболическим синдромом, это, естественно, в первую очередь анкетирование, если меньше 26 баллов по МЕФ, то есть уже некое снижение. Это изучение неблагоприятных факторов образа жизни, антропометрия, индекс массы тела и окружность, талия, я призываю вас ориентироваться в этой части на окружность талии, а не на индекс массы тела, и если вы говорите с пациентом об ожирении, ориентировать его на именно уменьшение окружности талии, поскольку можно весить 100 кг, но при этом состоять из мышц, связок и костей, и у тебя окружность талия при этом будет укладываться в норму, 94 см, а можно весить при том же росте и 70 кг, но быть рыхлым, тучным, с объемной талией. Естественно, обязательным исследованием у пациентов с подозрением на эректильную дисфункцию является изучение липидного профиля, изучение гормонального профиля, заполнение анкеты МС, и оценка эндотелиальной функции. При возможности она определяется разными методами. Это измерение диагноза диаметра плечевой артерии после компрессии, это специальные аппараты для изучения эндотелиальной функции, надеваются на палец, это эндопад, ангиоскан, это различные другие, это измерение диаметра кавернозных артерий посткомпрессионная. И всегда нужно выявлять наличие сахарного диабета второго типа, и шимической болезни сердца, и у таких пациентов определить уровень тестостерона, делать доплерографию, то есть полное комплексное обследование. Если здесь есть не урологи в зале, а терапевты, эндокринологи, к которым обращаются пациенты с метаболическим синдромом с ожирением, я вас очень прошу, задайте пациенту простой вопрос, все ли у вас в порядке с эрекцией, есть ли у вас эрекция по утрам. Если вы стесняетесь, дайте ему анкету МЕФ, пусть он ее заполнит, количество баллов посчитайте, направьте к урологу. Поскольку у пациентов старше 40 лет эректильная дисфункция часто является первым признаком неблагополучия сосудистой системы и предвестником развития через 3-5 лет заболеваний сердечно-сосудистой системы. То есть тем самым вы можете фактически спасти человеку жизнь. Что касается лечения метаболического синдрома, гипогонодизма и эректильной дисфункции, тут создается некая новая стратегия лечения эректильной дисфункции. Это излечивающая стратегия, поподробнее дальше расскажу. Нужны системные подходы к медикаментозному лечению. То есть в первую очередь это коррекция гормональных расстройств, о чем говорил профессор Рожеванов. То есть заместительная гормональная терапия препаратами тестостерона, это коррекция липидного обмена, сахарного диабета, воспалительные заболевания урогенитального тракта и общие укрепляющие мероприятия. Почему это важно, я расскажу чуть позже. И, естественно, местные специфические действия, направленные на улучшение состояния эрекции. К сожалению, у нас не так много препаратов с доказанным эффектом на эректильную функцию. Это ингибиторы фосфодиэстераза 5-го типа, в первую очередь таблетированные препараты и препараты для повышения синтеза гонозин-монофосфата за счет оптимизации продукции оксида азота. Это препараты андрогенов, препараты сверхмалых доз антител, метаболическая терапия, растительная терапия. При этом нельзя умалять важность изменения образа жизни у пациента с метаболическим синдромом, с эректильной дисфункцией. Часто бывает так, что пациенту достаточно просто похудеть, и у него вполне себе наладится сексуальная жизнь, у него увеличится собственная выработка тестостерона, то есть уменьшится уровень ароматизации и так далее. И образ жизни играет очень важную роль, изменение образа жизни в профилактике и в лечении эректильной дисфункции. И при этом, если это вклад определенных конкретных факторов риска в развитие эректильной дисфункции, то есть депрессия, то есть это увеличение вероятности возникновения эректильной дисфункции при этих состояниях. Если нет возможности избавиться от вредной привычки, то пусть пациент заведет полезную привычку, к примеру, повышенная физическая активность, она увеличивает, улучшает эректильную функцию достаточно достоверно. И если касаться общей терапии, опять же, в первую очередь ориентируясь на терапевтов, эндокринологов, которые, надеюсь, есть в зале, к примеру, обследовали 18 мужчин с гиперхолестеринами, единственным фактором риска ЭД, который принимали оторвостатин. Это статин препарат для уменьшения уровня холестерина. И вот это график ночных пенильных тумисценций у пациентов до приема аторвостатина и после приема аторвостатина. То есть пациент не применял никаких препаратов, улучшающих эректильную функцию. Соответственно, на фоне нормализации уровня холестерина улучшается эректильная функция тоже, поскольку за счет улучшения эндотелиальной функции, то есть некая способность эндотелия, кавернозных тел расширяться и сужаться. При этом идеальный препарат, конечно, с точки зрения пациента, должен быть в первую очередь естественно эффективным, для этого мы их назначаем, хорошо переносимым, без пиков падения концентрации и так далее. Но в первую очередь эффективным и хорошо переносимым. И должна быть форма удобна для пациента. И что касается эректильной дисфункции, ингибиторов фосфетестераза пятого типа, в России зарегистрировано 4 действующих вещества, это селденофил, тадалафил, варденофил и уденофил. Помимо них это различные другие группы препаратов, которые не входят в рекомендации по лечению эректильной дисфункции. Я вас призываю, в частности, андрогены. Андрогены – это не препарат для лечения эректильной дисфункции. Андрогены – это препараты для лечения недостаточности тестостерона. И это, как мы проводили опросы на наших школах репродуктивного здоровья, оказалось, что это часто распространенное мнение среди урологов о том, что андроген – это препарат для улучшения эректильной функции. Нет, это препарат для лечения конкретного заболевания, как вот инсулин при сахарном диабете. То же самое. При этом, если мы посмотрим эффективность этих препаратов при эректильной дисфункции, в том числе в сочетании с различными метаболическими нарушениями, мы говорим сегодня о метаболическом синдроме, у них приблизительно одинаковая эффективность. Они все эффективны в районе 60-75% пациентов, сахарный диабет чуть ниже. Естественно, чем больше и больше факторов риска у пациента накапливается, тем менее препараты эффективны. При этом, возвращаясь к излечивающей стратегии, без этих красных шапочек – это эффективность препаратов в монотерапии. Когда мы проводили компенсацию соматических расстройств у пациента, например, нормализовали уровень глюкозы путем соответствующей антигиперлепидемической терапии, нормализовали уровень тестостерона, нормализовали уровень холестерина, эффективность этих всех средств, то есть эффективность нашего лечения повышалась, причем достоверно повышалась. Также пациенты, принимавшие квинаприл и аторвостатин, это ингибитор АПФ и статин, эффективность лечения на фоне приема аторвостатина и квинаприла, эффективность селденофила от цитрата увеличивается. То есть нельзя брать пациента с эректильной дисфункцией, метаболическим синдромом, если он пришел к вам как к урологу, давать ему таблетку селденофила и отпускать его домой. И он приходит, будет неэффективным, говорит, что вот на мне не помогло, так может быть ему не помогло, потому что вы сделали не все, может быть ему помогло, если бы вы подправили к терапевту, к кардиологу, нормализовали соматическое состояние, естественно, ваша же, эта же самая терапия стала бы эффективной. При этом терапия имеет не только преимущество, вот эта метаболическая терапия имеет преимущество не только в улучшении эректильной функции, но и сердечно-судистых, со стороны сердечно-судистой системы. То есть это увеличение дистанции, которую проходит пациент в челночном тесте, то есть на состояние резерва сердечно-судистой системы. И вот после нормализации уровня тестостерона, при лечении метаболического синдрома гипогонодизма, вот эти показатели увеличиваются. То есть говорят о том, что состояние сердечно-судистой системы тоже улучшается. Также, если препараты ингибиторов фосфодиэстераза 5 типа плохо помогают, возможно, это связано с тем, что не нормализован уровень тестостерона. То есть взяли 173 мужчин, не отвечавших на ежедневное применение тадаллофила, с уровнем уровня тестостерона оказалась у них 12 на моль на литр. И при назначении тестостерона в виде геля к ингибиторам фосфодиэстераза 5 типа это увеличивало эффективность терапии, но только если у пациента наблюдался гипогонодизм. То есть если взять норму генотропного пациента и назначить ему андрогель или какие-то другие препараты, тестостерон, они не увеличат эффективность ингибиторов фосфодиэстераза 5 типа, если у него нет гипогонодизма, но это логично, на мой взгляд. При этом селденофил это первый наиболее изученный препарат из группы ингибиторов фосфодиэстераза 5 типа. И он показывает сравнительно хорошую эффективность у пациентов и безопасность, это является также важным аспектом. В частности хорошая переносимость при лечении эректильной дисфункции, встречаемость головной боли, приливов и так далее. При этом сейчас все больше и больше врачей переходят от назначения ингибиторов фосфодиэстераза 5 типа по требованию к длительному назначению приема в разных режимах. То есть если для тоденофила этот режим возможен один раз в сутки, то для селденофила наиболее разработанным протоколом является 2 или 3 раза в неделю. И вот при таком назначении поэффициентов с нормальным удовлетворительным показателем анкеты МФ5 увеличивается, в том числе при органической эректильной дисфункции. И что является, к сожалению, актуальным для нашего населения Российской Федерации, часто задает вопросы в плане, можно ли употреблять препараты, которые выписываете с алкоголем. Но для селденофила это, слава богу, возможно. То есть пациент может принимать его с алкоголем, но, конечно, это не очень хороший признак. Стоит нашему пациенту сказать, что да, вы можете употреблять алкоголь и пить эти таблетки, он прям будет счастлив и пойдет, расскажет жене, что мне разрешили пить и так далее. При этом очень важным аспектом является назначение этих препаратов у пациентов с речно-сосудистыми, имеющимися заболеваниями, получающими терапию кардиологическую. И назначение селденофила, как, впрочем, у других ингибиторов фосфодистеразы 5 типа, не влияет, и они не взаимодействуют с ни с какими группами кардиологических препаратов, кроме нитратов. Ну, я надеюсь, это все знают, что нитраты нельзя назначать, вернее, ингибиторы фосфодистеразы 5 типа у пациентов, получающих нитраты. Это может привести к неконтролируемому падению артериального давления, вплоть до смертельного исхода. И вот, насколько вы знаете, по-моему, в позапрошлом году, 2 года назад, истек срок действия патента на селденофил. И вот один из препаратов, который сейчас продается в России в форме селденофила цитрата, это препарат Taxier в дозировках 50-100 мг, 1,4 таблетки. При этом преимущество Taxier, как и других дженериков, это стоимость. То есть теперь у нас, пока есть, у пациента появилась возможность выбирать. То есть если он раньше приходил в аптеку, у него была одна Viagra, которая стоила примерно 3 тысячи рублей за таблетку, то теперь он может выбрать из множества препаратов, подобрать нужные ему в ценовой категории и так далее, которые, повторюсь, при этом сравнимы по эффективности, поскольку все препараты проходят исследование, все дженерики проходят исследование на биоэквивалентность. Метаболический синдром, как мы смогли с вами понять, он часто ассоциируется с гипогенодизмом и мужской сексуальной дисфункцией. Лечение метаболического синдрома гипогенодизма может улучшить сексуальную функцию у пациентов с рактивной дисфункцией. То есть нужно лечить не только сексуальные нарушения, если пришел к вам тучный пациент с ожирением, с повышенным давлением, нужно лечить его в комплексе. Как говорила коллега-гинеколог, что женщина – это не только матка, то есть мужчина – это тоже не только наружные половые органы, это и в целом организм, который нужно лечить целиком. Лечи не болезнь, а пациента, так нам всегда говорили наши учителя. И, естественно, рекомендуется мультимодальное лечение сексуальных нарушений, включая изменения образа жизни, которые являются бесплатными для пациента и для нашего государства, но могут оказать очень серьезный вклад в лечение пациента. Спасибо большое за внимание.